Михаил Александрович знал коротко очень. Всего одна картина. Фильм вышел на телеэкраны. И вот тут на Ульянова обрушился просто шквал, ураган народной любви. Он снова стал для них Жуковым, потому что он в этом фильме, этот старик, защищает не только своего ребёнка, не только делает то, что обязано было сделать правосудие, то есть совершает справедливое возмездие, адекватное, кстати, он ещё защищает всё своё поколение. Ну вспомните эти годы. Эти деды, отцы, матери вот нынешнего среднего поколения, сколько же они пережили в эти окаянные годы. И вот этот старик с винтовкой, купленной на деньги, вырученной от продажи родительского дома, ответил за всё поколение. За всех их униженных и оскорблённых. И ещё как ответил. Он показал нынешней, тогдашней, да и сегодняшней, инфантильной молодёжи, что такое настоящий мужчина. Настоящий мужчина – это человек, способный в любых обстоятельствах защитить собственное достоинство, отстоять своё достоинство, защитить ребёнка, женщину, Родину, наконец. Люди, даже очень образованные, всегда отождествляют артиста с его персонажем. И народ вот тогда воспринял вот это исполнение роли этого старика Ульянова как гражданский подвиг. Я думаю, вот этот вновь вспыхнувший взрыв любви к артисту Ульянову придал ему новые жизненные силы, и я думаю, что продлил, к сожалению, ненадолго его жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Парабоша! Родной! Парабоша! Парамон, дорогой Здоров Парамоша Мы разве встречались? Да ты что, Парамон? Глезишь А Севастополь? Да-да, как же, как же Парамон На бродишах мы пили? Только в школе встречались, так, наверное, пили Простите, вы, кажется, в кольцонах? А почему это тебя так удивляет? Я, кажется, не женщина Кое-то вид одежды Не присвоен Так вы что же, так и по Парижу шел? Да нет, по Париже шел в штанах А в переднюю тебя снял Ну что за дурацкий вопрос, Парамон? Сейчас вот я почти физически чувствую в нашем искусстве какой-то обвал Это глыбина, это громадина Духовная И физическая занимала огромное место в нашей культуре Может быть, даже недооцененное Он был до такой степени одарен Что играть мог Роли И жанры От нуля До бесконечности Расскажу вам один случай Тем более, как говорят Случай Это псевдоним Бога Ульянов очень противился Он не хотел целовать ей в сигниво Он мне все время говорил Какого черта я его буду целовать? Ты что? Не буду я его целовать На это ушло тоже час Приблизительно мы ему доказывали Что необходимо это сделать Мало того, ты должен его в засос поцеловать В губы, как любимую женщину Значит, ну После небольшой борьбы Мы все-таки победили И у Ульянову У него усы были Начали делать крепе Крепе – это такие маленькие Коротенькие волосики Которые вставляются Значит, сюда Небритость, собственно говоря А мы ее по неназначению использовали Мы его в усы Немножечко Не приклеивая Вставили И поэтому, когда он вцепился в него Оторвал от земли И все-таки, как говорится Он уважал режиссеров Он сделал Значит, то, что мы его просили То Евстигнеев Не играл ничего Это было первородное Ощущение человека Который отплевывается от чего-то чужого Что попало ему в рот Ну, картину-то закрыли Поначалу А мы в это время были в Чехословакии Мы, значит, кинулись в Москву Нас по блату большому Посадили в какой-то странный самолет Там почти комната А может быть даже зал Значит, библиотека какая-то Там Меню И сидят Два портрета Которые носим на демонстрации Обычные Это еще было в советское время Носили на демонстрации Сидят два портрета Давайте, ребят, сыграем В эти В козла В домино У них это была игра Профессиональная У политбуро Они играли в домино Потрясающе Пока мы идем Я говорю Миш, ты играть умеешь в домино? Он говорит Нет Я говорю Я тоже не умею А что же нам делать-то? Он говорит Ничего Давай сыграем На американку Ну, входим, играем Первая партия Выиграли Мы Судьба Случай Рок Я так Один портрет Чуть-чуть Попридержал И говорю А как с американкой-то быть? Смотрит на меня Как на сумасшедшую Разберусь И они ушли Через какое-то время Вся Москва Была обклеена Плакатами И век Пошелся Спокойненько Как ему Как я считаю И следовало идти Но самое потрясающее Состоит в том Что игра в карты Написанная Булгаковым Как бы повторилась Через много лет В самолете в этом И мы, собственно говоря Выиграли Бег в козла Какое-то странное чувство Кроме Личной потери Есть еще Какая-то Таинственная утрата Которую я не могу Сформулировать сейчас Но я ее Все время ощущаю Ушел Гигантский человек Ушел Гигантский человек И мы еще До конца Этого Не осознали Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому